Несколько дней назад Украина ожидаемо устроила скандал в ответ на адекватное решение Венгрии по российскому газу. Ведь Будапешт один из первых, если не самый первый, решил перезаключить с Газпромом договор. Казалось бы, ситуацию можно было исправить или хотя бы смягчить, зная Киев хоть что-нибудь о дипломатии. Вместо этого украинские власти пообещали дать жесткий ответ, адекватности от которого, очевидно, ждать не стоило. Теперь же Украина и Венгрия находятся на грани крупного обострения отношений. И все в очередной раз из-за очередного неадекватного представителя Незалежной. Как известно, председатель Тернопольского областного совета Михаил Головко предложил наказать Будапешт, но сделал это весьма специфично. По его мнению, необходимо начать преследование этнических венгров, проживающих в Закарпатской области. Разумеется, венгры такой выпад не могли оставить без внимания, поэтому премьер-министр Виктор Орбан ответил учениями венгерского спецназа возле украинской границы. В итоге получилось, что жесткий ответ дала Венгрия, намекнув, что за подобные провокационные заявления Киев очень скоро может увидеть на украинской территории войска специального назначения. Очевидно, Будапешт нанамерен сдавать позиции и игнорировать подобную дерзость, а готов пустить в Закарпатте спецназ на защиту своих граждан. Стоит отметить, что подобные провокации только на руку Венгрии, давно желающие откусить данный украинский регион. В столь конфликтной ситуации более удачного предлога просто невозможно придумать. Причем маловероятно, что европейские страны или НАТО в этой ситуации встанут на сторону Украины, которая находится в отношениях с другими странами на птичьих правах. Это приведет лишь к тому, что незалежная из-за неумения вести дипломатию останется не только без союзников и ГАЗа, но и рискует потерять регион. Глядя на это другие страны, претендовавшие на украинские земли, быстро найдут причину для повторения маневра Венгрии.